МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помнишь, я буквально недавно, год назад, тебе рассказывал, что огни большого города для меня это питерский двор-колодец, когда ты ночью заблудился, туалета вокруг нет, ты заходишь в подворотню, вокруг тебя одни дома высокие. И горят огни. Для меня это огни большого города, потому что Санкт-Петербург пока еще я считаю большим городом. Москва для меня это все, Илюш. Я обожаю Москву. Когда я приехала после Америки, никакой любой другой город не заменит мне Москву. Вечером сядешь в машину, посадишь девушку кругом огни. Нет, ты. Вот ты меня посадишь в машину кругом огни. Огни большого города у каждого свои. А для звезд фигурного катания это еще и работа. Ледовый спектакль Ильи Авербуха «Огни большого города» открывает новый сезон. Своим поклонникам они подарили автограф-сессию в ГУМе. В главном универсальном магазине страны место встречи изменить нельзя. Центральный фонтан. Это здание уже давно не помнит бесконечных советских очередей. Сегодня они появились. Каждый хотел и автограф взять, и сфотографироваться со звездами. Уважаемые гости, мы ждем вас на новой сессии. Участники для нового мотива объединяем большого города. Ваш Илья Авербуха, Татьяна Грязьевна, Алексей Илья Авербуха. Эти кадры разойдутся по сотням домашних код альбомов и наверняка будут выложены в интернет как трофей особой гордости. Маги и экстрасенсы утверждают, что на людей можно оказывать влияние с помощью их изображений. Но звезды, прошедшие огонь, воду и медные трубы, не верят в порчу, сглаз, привороты и другие мистические обряды. Нет, давай, не боюсь. Ну, что-то делают, да, там как-то. Фотошопят, что-то приклеивают, отснимают, раздевают. Что? Дайте со мной еще раз вверх. Мою фотографию можно в любом случае поездить. Это все плохо. Я не верю вообще ни во что, ни в порчу, ни в религию и так далее. Поэтому чем больше семей будет иметь мою фотографию с моей подписью, значит это им дорого, значит это им приятно. Если в это не верить, то никогда не прилипнуть к себе, во-первых. Во-вторых, мы очень отличные люди, и любую нашу фотографию можно взять в компьютере, на интернете. Поэтому нет, не боюсь. Нет, я не боюсь, потому что люди, как правило, подходящие к другу желательно и позитивно настроены. Единственное, что я не люблю, это когда просто говорят, давайте мы вас одного сфотографируем. Это одного, я думаю, нет смысла и стараюсь избегать таких фотографий. А если мы фотографируемся, как правило, вместе, то у нас хорошая энергетика и ничего с нами не сделают. Они не боятся ритуальной мистики, наверное, еще и потому, что сами умеют ее создавать. Но уже на льду. Спектакль «Огни большого города» полностью оригинальный авторский проект, как вызов Западу, что российский шоу-бизнес может быть высококлассным и без импорта заграничного креатива. А самое главное, это уникальный звездный состав. Семь олимпийских чемпионов, 11 чемпионов мира, а в главной роли актер Марат Башаров. Тем, для кого время и место совпали в гумию фонтана, повезло еще и купить билеты на шоу гораздо дешевле, чем обычно. Люди продолжали идти за автографами и фотокадрами со звездами, как на святом причастии. Через час урока каллиграфии никто из фигуристов не устал работать звездой. А что здесь сложно? Сидишь, улыбаешься, заставляешь радость людям, которые пришли специально взять у тебя автограф? Конечно, в какой-то момент ты уже устаешь, но подходит новый человек, говорит какие-то очень теплые слова. В конце концов, это не так тяжело, сделать ручкой несколько движений. Так же, как мы в свое время говорили, мне так надоели эти тренировки, но ты заставляешь тебя, ты идешь и работаешь. То же самое и здесь, это часть твоей работы, поэтому нельзя, у нас практически нет слова нет, или ты устал. Ну, честно, уже устала, конечно, но новые люди подходят, и, конечно, хочется каждому уделить внимание и дать частичку, да, там, тепла, которая ждет от тебя. Хорошего помаленьку, однако вряд ли можно сказать, что автограф-сессия продолжительностью два часа – это мало. Подарив людям радость и зарядившись от них любовью, фигуристы отправились по домам. Все они неспроста живут высоко, чтобы лучше видеть огни большого города. Поэтому, наверное, мы с тобой поселились на 40-м этаже на Воробьевых горах, чтобы действительно понять всю прелесть того города, который лежит под нами. Живут и высоко, на 21-м. Да ты что! И смотрю, действительно, на эти огни. Гостя пригласишь? Не знаю, боюсь, а вдруг потом не уедешь. Еду, не переживай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!